Итак, друзья, сборка внутренней части подошла к концу. Масло подсохло. Я задул еще раз весь наш интерьер лаком, матовым уже, да. Вот, и установил руль. В принципе, на этом все. Так, двери я тоже задул лаком, но пока я как бы не наносил ни пыль, тут никаких эффектов. Я думаю, это мы уже сделаем чуть-чуть попозже, когда определимся с дверями, что там и как у нас будет. Вот, значит, вот такой у нас получился интерьер. По приборам тоже немножко там попыталась пройти сухой кистью, чтобы выделить более-менее. Ну, в общем, вот как-то так получается. Ну, на крыше тут как бы особо смотреть нечего. Вот. И, в принципе, сейчас я начну уже... Соберу верхнюю и нижнюю половинку. Ну, зачищу, во-первых, места стыков, освобожу от краски. Вот. И начну клеить. Здесь немножко придется, конечно, повозиться, потому что вот если просто соединить насухо, вот здесь у нас получается такая заметная щель, то здесь немножко придется корпус поджимать. Вот. А так, в целом, в принципе, соединяются неплохо, как я уже говорил ранее. Единственное, что... Посмотрел я по фотографиям, вот эти швы придется, конечно, убирать, потому что на прототипе здесь было все гладенько. Тут тоже, получается, небольшая проблемка возникает, потому что здесь мешают вот всякие выступающие элементы, здесь петли, здесь вот горловина бензобака, насколько я понимаю, а здесь выхлопная труба. Вот. Ну, как-нибудь постараемся это сделать. Ну, все, друзья, вот такой вот результат получился. На этом я опять прерываюсь. Итак, друзья, закончил я сборку Панара современного. Вот в таком виде у нас сейчас находится. Ну, что сказать, в принципе, в целом проблем особых не возникло, но опять же стыковка неплохая, но не идеальна. То есть иногда приходилось где-то что-то поджимать, поддерживать там постоянно. А вот здесь вот щель пришлось заделывать томийской шпаклевкой. Вот. Ну, а так в целом, в принципе, неплохо. Единственное, что опять же, небольшой есть буквально чуть-чуть люфт. вот, как я не бился, не получилось устранить, то есть, но, в принципе, как бы это ничего страшного, тем более, что планируется, что стоять он будет на песке, там можно будет где-то что-то поддавить, поэтому еще страшного нет. Обратил внимание на одну особенность, которую раньше как-то не замечал. У него, оказывается, вот это заднее колеса не соосные. То есть, вот это колесо чуть-чуть ближе к переду, а это чуть ближе к заду. Как вот на современных танках, как будто у него торсионы здесь. Вот такая вот интересная особенность данного бронеавтомобиля. Вот. В принципе, тут вот достаточно так все встает. Тоже, опять же, четко, да, но вот небольшой люфтик все-таки есть. Вот. То есть, вроде бы, хотя все, как бы, на своих местах встало. Вот. Ну, да ладно. Что еще? Вот с тросом немножко пришлось повозиться, конечно. Во-первых, даже то, что вот здесь вот бумажка исправления, что он должен быть стоим миллиметров. Но на самом деле мне пришлось его укорачивать еще примерно сантиметра на два. Это, во-первых. Во-вторых, так как положить, так как его, как он должен лежать, вот согласно инструкции. То есть, вот это вот конец, он должен лежать внахлёст на трос. Не получится. То есть, ну, просто вот эта вот штука пластмассовая, она не ляжет. Вот. Поэтому пришлось вот положить так. И прихватил я его вот здесь вот на корпусе. То есть, теоретически, здесь вот есть такие вот, как бы, держатели для троса. Но, конечно, сделаны они не очень хорошо. То есть, по идее, здесь, не знаю, типа крюков должно быть, но они никак не имитированы. То есть, крепление троса не очень... Да, была мысль даже вообще его не делать. Вот. Но потом подумал, ладно, сделаем так. Ну, в общем, так вот получилось. В принципе, более-менее нормально смотрится. Так, ещё не стал я делать вот эти вот крепления. То есть, у нас сюда вставляются канистры и такая вот отравлённая деталька одевается сверху вот так вот. Я хочу попробовать покрасить всё это дело отдельно и уже потом попробовать приклеить. Думаю, ничего страшного не будет. Надеюсь, всё получится. Так, дальше. Дальше ещё. Значит, если помните, я говорил вот про непонятки вот с этими штуками на дверях. вот, ну, как оказалось, нужно было просто внимательно читать инструкцию, в которой написано, что если вы делаете двери закрытыми, то вот эти штуки можно не делать, в принципе. Вот. То есть, по этому поводу производитель, в принципе, всё указал верно. вот, но если хотите закрыть, то их нужно, ну, либо обрезать, да, либо просто не приклеивать. Вот. Так, ну, собрал я пулемёт, рассверлил его, немножко тоже, далее взял вот две этих винтовки, с одной винтовки я срезал все крепления, вот, тоже рассверлил, и попробую потом, когда буду собирать солдата французского из разных наборов, попробую вот эту винтовку как-то использовать. Так, ну, и одну винтовку такую тоже рассверлил, и потом мы её, наверное, на дверь сюда вот устанавливаться. вот так примерно. Потом сюда приклеим. Также на двери я вот сделал ручки и вот эти вот сумки на одну, на вторую дверь. Также приклеил вот эти кронштейны для зеркал. Зеркала пока не стал приклеивать, я их замаскировал тоже там, окрашу их отдельно, и потом уже буду приклеивать. и также не стал приклеивать я шанец. То есть, хочу его красить отдельно и потом уже приклеить. То есть, да, он будет приклеиваться. То есть, в принципе, здесь потом без проблем можно будет его приклеить. вот, в общем, вот такой получился у нас планар. Да, еще здесь вот у нас деталь, которая идет с дворниками. Вот, она у нас имеет три точки крепления, да, вот здесь вот основная и вот здесь еще под дворничками тоже есть. Но вот эти точки я пока приклеивать не стал, фиксировать. То есть, потом во-первых, нужно будет снять маски уже после окончательной работы, когда все будет покрашено и так далее. Снять маски и тогда уже можно будет здесь прихватить. Вот. Потому что иначе, если приклеить, то уже будет проблематично маски потом снимать. Ну и прокрашивать тоже тут. Поэтому пока они не приклеены, то есть, вот так вот болтаются. вот, ну, думаю, тоже еще страшного там нет. Так, ну, в принципе, в принципе, по этому панару все. В общем-то, следующий этап у нас этап грунтовки. То есть, я еще подумаю, как лучше замаскировать дверные проемы. ну, скорее всего, наверное, воспользуюсь поролоном, кусочками поролона. Просто вставляю туда. Вот. И, наверное, хочу попробовать, как я говорил, сделать открывающиеся двери. Вот. Уже, наверное, после покраски попробую здесь просверлить, вставить проволочку и, соответственно, сделать открывающуюся дверь. Так. Что еще? Да, еще начал я потихоньку собирать фигурку для старого панара. Как я говорил, пока вот я выбрал вот этого товарища. Что хочу сказать? В принципе, конечно, работы много в плане зачистки там мест, но, в принципе, фигурки стыкуются более-менее нормально. Даже шпаклевки мне нигде не понадобилось. То есть, все можно подогнать. Причем, хочу отметить, что пластик очень мягкий, очень хорошо режется ножом. То есть, где-то что-то там восстановить складку или еще что-то подогнать там. Можно прям ножом. Здесь вот я сделал вот этот подсумок. Он не очень-то подходил к тем штатным ремням, которые были. Во-первых, ремни были здесь толстые, залиты очень. То есть, один вот этот задний. Сейчас попробую приблизить. Я немножко ножом прям срезал с корпуса достаточно. Ну, говорю, пластик мягкий, достаточно так удачно получилось. Подрезал, в принципе, и подрезал с этой стороны тоже. Но он, оказалось, получилось немножко коротковат. Поэтому я его срезал вообще вот до этой пряжки. Вот. И из кусочка доширака просто вырезал здесь кусочки, приклеил нужного размера. Вот. Ну, так более-менее, зато теперь смотрится, так сказать, получше. Вот. Сейчас вот тоже занимался головой. Вот, склеил голову. Тут, правда, получилась щель достаточно такая большая. То есть, придется еще немножко подшпаклевать. Вот. И еще предстоит, конечно, с руками попробовать. Вот тут, конечно, фигурка в плане окраски получится сложеноватая, потому что руки у него будут подняты вверх. Как-то вот так вот. Вот. И прямо находиться около лица. Вот. Поэтому в качестве окраски наверное будет, конечно, проблематично, но посмотрим. Вот. Обычно я просто фигурки склеил сразу, то есть не оставляю, не крашу по частям. Мне как-то так проще что-ли удобнее. Вот. ну вот такие вот друзья у нас получаются пока дела. в принципе, дальше начинаю грунтовать и будем красить дальше. Все, друзья, на этом прерываюсь до следующего включения. продолжим. продолжим. Итак, грунт наш высох. Вот, что у нас получилось. Вот, замаскировал я поролоном входные отверстия. так, вот здесь вот еще выяснилось, что я забыл здесь подсумок подклеить, поэтому он остался не загрунтованный. Вот, но думаю, здесь ничего страшного в этом нет. Покрасим прям так. Вот, тем более, что у нас в итоге будут краситься все равно в черный цвет, поэтому разницы особой не будет. все, теперь приступаем к нанесению основного цвета. Начнем мы с Nata Green XF67. Краску я уже подготовил. Давайте приступим. начну с днища. Немножко сначала сдую пыль потоком воздуха и вперед, поехали. Так, ну, все, друзья, на этом я думаю, достаточно. Основной цвет у нас задут. В принципе, снизу здесь мы где-то пропустили ничего страшного. Тут можно всегда припылить и так далее. Ну, а сверху вроде бы у нас все так удачно получилось. Все вроде прокрасили. Ждем теперь, когда высохнет и продолжим дальше следующими слоями. Точнее, следующими цветами. Все, на этом я прерываюсь, друзья. итак, продолжим нанесение камуфляжа. Переходим ко второму цвету. Значит, вот так вот я замаскировал наш бронеавтомобиль. С помощью Patafix проложил вот такие вот, ну, ограничил пятна следующего цвета и ненужные нам участки, которые нужно защитить, закрыл вот обычным полиэтиленовым пакетом. Вот, значит, вторым цветом мы будем красить Nato Brown XF68. Так, ну, вроде бы я тут уже все проверил. Нигде вроде у нас щелей быть не должно. вот. Ну, давайте начнем, пожалуй. Так, здесь у нас будет черная полоса, типа этого здесь как бы не страшно нам небольшое, если не прокрас будет. так, ну, здесь вроде бы все нормально. Здесь у нас тоже будет черное пятно. С этой стороны смотрим. Ну, здесь вроде тоже все хорошо. Так, крылья у нас будут тоже черным окрашивать, поэтому здесь не страшно. вот, в принципе, в принципе, наверное. Так, сейчас я сниму, наверное, уже маски. Я обычно всегда стараюсь сразу снять маски, вот, по возможности, ну, как только немножко вот краска буквально подсыхает, уже не липнет, стараюсь уже по возможности снять, посмотреть, что получается. Так, ну, давайте тоже, наверное, как и сделаем. В принципе. так, ну, вроде бы лишнее мы никогда не задули, пока, во всяком случае. Вот. Ну, осталось только снять Patofix. Где-то если у нас остается кусочек Patofix, например, как здесь, можно просто взять другой кусочек и им же так раз и все. И он отлично убирается. Так, ну, все, друзья. пока вот промежуточный результат у нас выглядит вот так. Вроде бы все у нас удачно получилось, на мой взгляд, данный слой. Вот. Сейчас дам краски просохнуть и будем маскировать заново и уже проходиться черным нато блэк. Все, на этом я прерваюсь. Продолжение следует...